От сквозняков и незваных гостей Огромный выбор стальных дверей Отличное качество, низкие цены Приглашаем к сотрудничеству дилеров и оптовиков Стальные двери Империя Вокзальная 3, рынок Мегастрой Павильоны номер 6, 19 и 70 Здравствуйте! Спонсор выпуска Торговая сеть Империя Новый год с летальным исходом Житель села Маньково Юрий Валиев Лишь несколько мгновений успел пожить В наступившем 2016 Во время празднования кто-то из большой компании Убил молодого человека Приехавшая полиция арестовала инвалида Второй группы, страдающего слабоумием Однако у матери убитого Совсем иное мнение По ее словам, настоящий убийца ходит на свободе И его якобы покрывают знакомые В правоохранительных органах Подробнее в нашем сюжете Веселая компания из друзей и знакомых И много алкоголя Чего еще не хватает для хорошего празднования Нового года Оказывается, убийство В селе Маньково Олегзаводского района Под бой курантов произошла жестокая расправа Над местным жителем Юрием Валиевым Сначала наносили удары руками А потом металлическим школьным стулом Даже отломилась фрагмент ножки Была травма черепно-мозговая И у нас ребра были сломаны Девято-десято ребро Были нарушены ребрами легкие И он скончался от черепно-мозговой травмы О смерти сына Зинаида Ивановна узнала в пять утра Полицейские вместе с участковым Поспешили арестовать инвалида второй группы Вячеслава Сидорова И это несмотря на то, утверждает мама убитого Что на одежде мужчины не было ни следов крови Ни каких-либо других улик В отличие от еще одного члена той же компании Алексея Бояркина Который, кстати говоря, изначально даже признавался в убийстве Когда забирали Сидорова Ночью после убийства Бояркин подходил к машине И говорил полицейским Что это он убил Но полицейские подумали Что это его был пьяный бред И даже Не взяли, не увезли в полицейский участок И не стали разбирать Кто на самом деле убил моего сына Свидетели в начале следствия тоже стали путаться в показаниях Зинаида Ивановна говорит, что на допросе Следователь оказывал психологическое давление на людей Показания записывал выборочно Но самое главное, что инвалид Сидоров подписал все нужные бумаги Эти и многие другие нарушения заметил его адвокат Виталий Патрушев, взявшийся за дело Следователь, естественно, более компетентный в юридических вопросах Просто как бы сработал изначально так Что ввел заблуждение как самого Сидорова Так и остальных участников судебного дела И все это привело к тому, что Сидоров осужден Как мы полагаем, незаконно, необоснованно Фактически у нас есть в деле другое лицо Ряд свидетелей, которых указывает именно на него Как на лицо, совершившее данное преступление Четыре свидетеля в суде подтвердили наличие крови на его кофте То есть, если судить объективно в рамках рассматриваемого уголовного дела Все указывает на то, что именно этот человек совершил данное преступление Через несколько месяцев после того, как Патрушев взялся защищать Сидорова С ним даже связывался Бояркин Говорил, что хочет признаться в преступлении Своей рукой он написал признание Где указал, как бил, как тряпкой стирал отпечатки пальцев и кровь со стула Но вскоре, рассказывает Зинаида Ивановна В отдел полиции приехал местный участковый Который долго разговаривал с другом детства Бояркиным в машине После чего тот забрал явку с повинной Объяснил все просто Дескать, был пьян и заявление написал под влиянием чувств После этого, утверждает мать убитого Автор несостоявшегося раскаяния пришел к ней домой И два часа рассказывал, как он убивал нашего сына И при этом повторял одно слово Только так получилось И перед судом, перед 16 мая Он избил двух родственников Брюхова Дениса Валерьевича И Губанова Романа Губанову Роману он выбил даже зуб И сказал, если вы правду скажете про меня То вы вообще не доживете до суда Я вас урою в обоих Однако правоохранители продолжают придерживаться официальной версии По их словам, расследование велось тщательно Проверялись все обстоятельства убийства Да и в селе поговаривают, что Зинаида Ивановна Мягко говоря, не в себе после смерти сына Всего суд отклонил всем ходатайства проведения экспертиз Которые могли бы доказать невиновность подсудимого Сидорова В итоге инвалиду, страдающему слабоумием Дали 10 лет строгого режима Артем Кондратьев, Юрий Житлухин, ЗАПТВ Трагедия в Красном Великане Действительно спирт Но какой? Имея в составе этилбутерат и изобутилоцетат Он был совершенно непригоден для употребления вовнутрь Как сообщили в краевой прокуратуре Бутлегерша грозит до двух лет лишения свободы Крыша едет, гараж стоит Ночью 10 сентября в Чернышевске Неизвестные проникли в гараж местного жителя И похитили два аккумулятора Сабвуфер и электропроводку Примечателен тот факт, что проникнуть в постройку Злоумышленники смогли, не взламывая замков Они просто разобрали крышу Однако скрыться с награбленным им не удалось Полицейские оперативно разыскали подозреваемых И задержали их Как оказалось, кражу совершили 31-летний ранее судимый Житель Чернышевска и его 18-летний родственник Продавцы-беглецы В ходе операции «Рынок» полицейские проверили Крупные объекты торговли и оптово-розничные базы На нахождение иностранцев-нелегалов Всего стражи порядка выявили 25 нарушений миграционного законодательства По 16 фактам составлены административные протоколы На общую сумму более 30 тысяч рублей Одному задержанному повезло меньше всех По решению суда за повторное нарушение миграционного законодательства Он будет принудительно выдворен на родину Если вы столкнулись с несправедливостью Стали свидетелем или участником происшествия Звоните нам по телефону 415107 А у меня на сегодня все До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова